Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть и сегодня готовлю скумбрию в хрустящем кляре. Таким образом можно приготовить любую рыбу, но скумбрия особенно хороша. Жирненькая, мягкая, как бы запечатанная хрустящей корочкой, весь вкус и аромат остается внутри. Обязательно приготовьте, а список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Полуразмороженную скумбрию я чищу, мою, удаляю кости и режу кусочками. Если вы хотите подробнее посмотреть разделку, переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана. Затем добавляю в рыбу соль и специи и перемешиваю. Пока рыба маринуется, к двум яйцам добавляю соль и размешиваю. Добавляю холодную воду, картофельный крахмал, муку и разрыхлитель. Размешиваю. Количество муки при необходимости корректируйте. Кляр должен получиться не очень густым. Далее обмакиваю каждый кусочек рыбы в кляр и выкладываю на сковороду с разогретым растительным маслом. Количество кляра, так же как и масло, делайте на свое усмотрение. Жарю на огне выше среднего до желаемого состояния, затем переворачиваю и довожу до готовности. Я это делаю под крышкой, но если вы хотите очень хрустящий кляр, то крышку не используйте, а доводите до готовности путем переворачивания кусочков несколько раз. Если вы жарили в большом количестве масла, когда рыба будет готова, ее можно выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего. Смотрите на моем канале и другие рецепты с рыбой, в том числе со скумбрией. Ссылку на них вы видите в правом верхнем углу экрана. Посыпаю рыбу зеленым луком и подаю. Посмотрите, какая сочная и мягкая рыбка в хрустящей корочке. Кляр действительно получается очень хрустящим. Разумеется, через некоторое время он становится более мягким, но остается не менее вкусным. Кстати, сам кляр очень легко отделяется от рыбы, это если вдруг кому-то нельзя, а внутри остается рыба очень мягкая, пропаренная и вкусная. Лично для меня такой способ приготовления именно скумбрии на втором месте после различных видов маринования. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте лайк и не забудьте написать комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть и смотрите другие мои рецепты. Я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!